Шесть выводов из книги «Сокрушаю всё» – как создать прибыльный персональный бренд. Пора заставить интернет работать на тебя. Представить современный мир без соцсетей уже почти невозможно. Многие бизнесмены их до сих пор недооценивают, а зря. Чтобы не повторять их ошибок и превратить соцсети в полезный инструмент, прослушай шесть главных выводов из книги «Сокрушаю всё». Как создать прибыльный персональный бренд? Главное – начать. Изначально ни одна соцсеть не создавалась для того, чтобы на ней постились лучшие моменты жизни в идеальной обработке. Поэтому не стоит неделями продумывать контент-план и делать совершенный блог. Начни выкладывать хоть что-то. Сними видео, как тренируешься в спортивном зале, или запиши свои мысли о книге, которую только что прочитал. Но не стремись делать всё идеальным. Главное – начни, а опыт придёт со временем. Проработай свои страхи. Если тебе трудно начать вести свой блог, подумай о том, чего ты боишься. Поняв свои страхи, тебе станет гораздо легче. Обычно они делятся на третьего типа – страх неудачи. Обычно мы боимся не самой неудачи, а того, что подумают твои родные и близкие после неё. Чтобы избавиться от страха, заручись поддержкой близкого человека. Убедись, что никто не будет осуждать тебя за ошибки. Страх потерять время зря. Это можно понять, если твой день расписан по часам. Но если ты успеваешь посмотреть сериал и поиграть в видеоигру, то при желании найдётся время и на блок. Избавься от лишнего. Страх показаться заносчивым. Автора книги сокрушаю всё. Гарри Войнерчука в начале пути обвиняли в нарциссизме. Многие считали, что персональный бренд – это почти культ личности. Но он доказал обратное и превратился из гордеца в первопроходца. Никого не слушай и делай то, что нравится. Не придумывай, а документируй. Люди любят следить за историями успеха. Конечно же, многие уже были рассказаны до тебя, но не тобой. Если думаешь, что никому твоя история не нужна, ты глубоко ошибаешься и, скорее всего, даже не пробовал её рассказать. Например, ты прямо сейчас можешь описывать в блоге, как внедряешь в жизнь привычки с этого сайта. Просто позволь людям узнать, что ты за человек, и стать свидетелями твоего развития. А когда станешь успешным, твой блог станет учебником для тех, кто только начнёт свой путь. Пробуй разные соцсети и форматы контента. В книге сокрушаю всё. Гарри Войнерчук пишет, что каждая социальная сеть имеет свой характер. Это значит, что для каждой нужно подбирать уникальный контент и способы продвижения. Например, формат Facebook сильно отличается от YouTube, хотя выкладывать видео можно на обеих платформах. Как действовать? Подбирай кейсы продвижения и экспериментируй с разными соцсетями. Это поможет тебе выбрать самые удобные и собрать аудиторию отовсюду. Кстати, об этом следующий вывод. Твоя аудитория есть везде. Не стоит отбрасывать какую-то платформу. Даже если думаешь, что там не может быть твоей целевой аудитория, всё равно попробуй. Социальные сети развиваются с такой бешеной скоростью, что невозможно угадать, откуда придёт следующий огромный заказ. Семь основных принципов, на которые нужно обратить внимание, чтобы выстроить привлекательный и прибыльный персональный бренд. Один. Намерение. Для чего тебе нужен блог? Чтобы помочь людям рассказать о своём продукте или просто заработать денег. Запомни, залог успеха сильного бренда – это качественный продукт и искренняя забота о других. Два. Подлинность. Вместо того, чтобы копировать контент у других, покажи свою искренность и радость, которую испытываешь от любимых занятий. Чем ты ближе к аудитории, тем интереснее наблюдать за твоим блогом. Три. Страсть. Чтобы не перегореть, нужно по-настоящему любить то, что делаешь. Тебя должен радовать сам процесс отдачи. Ведь ты хочешь вести блог не для того, чтобы его бросить. Верно? Четыре. Терпение. Дорога к успеху гораздо длиннее, чем ты думаешь. Однажды наступит такой момент, когда захочется пустить всё на самотёк. Отбрось эти мысли, перетерпи, не сдавайся, тогда достигнешь намеченной цели. Пять. Скорость. Гони прочь свой внутренний перфекционизм и не бойся ошибаться. Лучше десять раз совершить ошибку и три раза сделать всё правильно, чем сделать всего три раза и преуспеть. Шесть. Работа. Чтобы преуспеть в создании персонального бренда, относись к нему как к работе. Уделяй этому большую часть своего времени, но не забывай про родных и близких. Сколько усилий ты вложишь в работу, столько будет и отдачи. Семь. Внимание. Замечать новейшие тренды и популярные аккаунты – теперь твоя прямая обязанность. Чтобы не отставать от конкурентов, будь всегда в курсе последних новостей. Именно тренды и сотрудничество с другими людьми, набирающими популярность – это и есть быстрый путь к развитию блога. Субтитры создавал DimaTorzok